Здравствуйте! В эфире телеканал Вайтон ТВ, программа «Тема дня». В студии я и ведущий Александр Гурарье. Эстония закупила у израильской компании 500 ракет Spike SR. Это противотанковые ракеты. Это является продолжением сделки, которая была подписана в 2019 году. Соглашение предусматривает, рассчитано на 40 миллионов евро, стоимость пакетной сделки и поставки 18 пусковых установок Spike для эстонской армии в течение 7 лет. С чем связано такое перевооружение, точнее дополнительное вооружение эстонской армии? Мы попробуем разобраться с помощью нашего коллеги, эстонского журналиста, главного редактора портала «Трибуна» Родион Денисов. Родион, здравствуйте! – Здравствуйте! – Скажите, как вообще в Эстонии, мы когда с вами до передачи, до программы беседовали, я задал этот же вопрос, я, так сказать, признаюсь, как в Эстонии относятся к этим закупкам? И вы мне ответили, что вообще на первый взгляд никак, то есть нигде это не афишируется. Удалось вам что-то найти на этот счет? – Ну да, я посмотрел, какая-то информация прошла, но такая чисто информационная, что очередной раз какие-то вот пушки закупаются, очередные системы закупаются, что происходит регулярно, может быть от этого будет какая-то польза для еще местной оборонной промышленности, но есть вот такая, не очень большая, но достаточно эффективная по обслуживанию этих систем, в будущем это я тоже вычитал, но в принципе все это происходит в рамках каких-то соглашений внутри НАТО, и естественно никто рекламу эту много не делает, потому что любое даже сообщение, которое проходит в социальных сетях, встречает среди обычных людей такое довольно скептическое отношение, опять наши деньги куда-то пошли, опять мы закупаем пушки, в то же время как электроэнергия у нас стоит настолько дорого, как никогда до сих не стоило, поэтому ну давайте все-таки вернемся в какие-то реальные рамки, но одно дело то, что люди считают, другое дело, что считают политики, что считают натовские чиновники, и видимо это решается на больших уровня. Родион, ну вот в Израиле, например, военные расходы, то что тратится на оборону, это так называемая священная корова, на нее особо стараются не посягать, ну и то последнее время как бы начали уже поговаривать о том, что там целый ряд расходов, которые несет наше военное ведомство, но как бы эти расходы, ну скажем так, излишни, потому что очень большой процент расходов, там более 80 процентов идет не на вооружение, а идет на зарплаты, на пенсии и так далее. А что происходит в Эстонии, то есть вот что представляет из себя эстонская армия, и зачем ей так много вооружения? Ну скажем так, что сама по себе эстонская армия очень небольшая, вопрос в том, что не надо ориентироваться, наверное, на ее численность, а надо ориентироваться на те возможности, которые Эстония представляет союзникам по НАТО, и здесь, наверное, все не так смешно, как считают некоторые российские, скажем, политологи. Да, сама численность эстонской армии где-то в районе 5000 человек в силу. Это контрактники или это срочнослужащие? И те, и другие. И те, и другие, все вместе. Но вопрос в том, что есть обслуживающий персонал, у нас есть свой аэродром, у нас есть база в ТАПа, на которой находятся постоянно сменяемые контингенты союзников, то есть это англичан, американцев, французов и так далее, которые здесь постоянно присутствуют в достаточном количестве, и поэтому говорить о том, что вот Эстония закупает там танки или какое-то вооружение очередное, и не будет людей, которые смогут ими пользоваться, совершенно неправильно. Людей будет достаточно, если надо, привезут еще, и этим вооружением точно не будут пользоваться как таковые силы обороны, ну, если только в составе каких-то объединенных бригад, а специалисты будут все-таки из стран-союзников. И что касается вот этих последних вооружений, которые закупили в прошлом году, собирались и сейчас вот тут собираются, то все это очень хорошо вписывается в концепцию общую противодействия России, которую проводит НАТО. Не так давно были сообщения о закупках противокорабельных систем, которые должны покрыть практически все Балтийское море, ну, большую часть, по крайней мере, потому что их дальнострельность около 300 километров, а если поставить где-то в районе Нарвы, то это уже достоят до Санкт-Петербурга. Поэтому все это не так просто. И действительно, если вот это вооружение, которое и в прошлом году планировалось покупать, и в этом планируется, сюда прибудет, то это будет действительно таким противодействующим фактором в отношении России и достаточно эффективным противодействующим фактором, потому что оно может перекрыть фактически всю акваторию Балтийского моря, ну, по крайней мере, в районе тех же 300 километров, а это, ну, все побережья Эстонии, Ленинградской области, Финляндии. И в дальнейшем, я думаю, что здесь будут развиваться вот эти вот закупки только по нарастающей. В принципе, что касается израильского вооружения, то отношения оборонных ведомств и компаний, которых Эстония закупала вооружение, они уже длятся десятилетиями. Первый раз было закуплено израильское вооружение, тогда стрелковое вооружение, в 90-х годах, то есть почти 30 лет назад. Да, там были нарекания насчет того, что оно оказалось не очень качественное, но это другой вопрос. Но, тем не менее, сотрудничество уже с тех времен идет, и поэтому ничего удивительного в том, что израильские фирмы участвуют в этих поставках, совершенно нет. Рудион, ну, вы понимаете, что вот такой, так сказать, резонанс, вот эта закупка вызвала только по одной простой причине, что если бы это было там год назад или там полтора года назад, на это, может быть, не обратили внимания, но сейчас в связи с известным обострением, с противодействием Россия-НАТО, с обострением вокруг Украины, закупка противотанковых ракет, это как бы вот получение даже противотанковых ракет, это, в общем, такой серьезный как бы звоночек, то есть, типа, Эстония ждет атаки российских танков? Ну, что касается танков, то Эстония ждет их всегда последние 30 лет, потому что наши чиполитики, многие, а также военные, совершенно не скрывают того, что единственным противником в своем виде это Россия, Россию, поэтому нужно сделать все, чтобы вооружаться по максимуму, чтобы получать оборудование, вооружение, все что угодно. На самом деле, ракетные системы в Эстонии уже есть, и в том числе знаменитые «Дживелины», которые регулярно демонстрируются во время каждых учений, которые здесь проходят достаточно много, обязательно местное телевидение показывает, как очередные, там, не знаю, 100 тысяч евро улетело, или сколько, ну, «Дживелины» достаточно дорогие, сами по себе ракеты, вот, и, ну, сейчас прибудут еще какие-то вооружения, ну, значит, еще сотни-сотни тысяч евро начнут улетать. А вот, кстати, насчет этих улетающих сотнях тысяч евро, а Эстония за счет своего бюджета полностью закупает это вооружение, я имею в виду сейчас не только ракеты израильские, а вот вооружение НАТО, или есть какие-то там субсидии, там, что-то получается бесплатное и так далее? Ну, бесплатно было в начале 90-х, действительно, все 90-е, может быть, начало нулевых, были какие-то гуманитарные акции со стороны скандинавских союзников. Вообще, слово, сама формулировка, гуманитарная акция по поставке оружия, вы чувствуете, как вы... Я понимаю, да, ну, в общем-то, наверное, поэтому и использую, так, с неким сарказмом это выражение. Гуманитарная помощь дживелинами, да? Да, да, ну, дживелины, кстати говоря, были закуплены за эстонские деньги, и, в общем-то, в основном вооружение все-таки закупается действительно за эстонские деньги, другое дело, что Эстония часто участвует в тендерах совместно с Латвией и Литвой, например, и поэтому, наверное, несколько дешевле обходится, чем она покупала бы это отдельно. Но, в основном, действительно, идет с государственного бюджета. Эстония выделяет 2% от ВВП, более 2% от ВВП на оборону, и этим очень гордится, потому что другие страны, многие другие страны НАТО и большинство этих стран не может этим похвастаться, а Эстония вот сначала взяла 2%, и теперь уже увеличивает каждый раз все больше и больше. То есть не только 2, но там 2,2 и так далее. Я прошу прощения, я не могу удержаться, не вспомнить старый советский анекдот, когда подорожала водка, папа приходит домой и говорит, сынок, подорожала водка. Папа, теперь ты будешь меньше пить? Нет, сынок, теперь ты будешь меньше есть. Именно так. Я не хочу тут хвастаться? Да, нет, хвастаться особо нечем. На мой взгляд, наверное, не стоило бы так вот держаться за какие-то оборонные дела, как держится Эстония, за эти расходы вносить за счет других статей. Тем более, что сейчас у нас большой-большой кризис. Я уже упоминал по поводу электричества. Цены там в 3-4 раза прыгнули по сравнению с тем, что было раньше. И правительство теперь разводит руками, не знает, что делать. А людям просто уже нечем платить из-за электричества, из-за отопления. Сейчас у нас холодно, зима. И поэтому на фоне этого закупки какого-то еще дополнительного вооружения, ну, с одной стороны, это по-человечески понятно, именно проблемы людей, а с другой стороны, совершенно непонятно с точки зрения здравого смысла. Но в то же время понятно, что Эстония постоянно, эстонские политики говорили о российской угрозе. И если это говорится откуда-то от западных союзников, то обычно эта мантр повторяется и здесь с какими-то утроенной силой. Ну, это обычное дело, обычная эстонская политика. Ну, вы знаете, вот те раз мы уже вскользь там упоминали Финляндию, то вот сообщения, которые поступали о том, что Финляндия и Швеция готовы вступить в НАТО, это вообще такая, ну, в какой-то степени сенсация, особенно Швеция, которая там столетие уже, по-моему, если не ошибаюсь, была нейтральной страной, да, и вот сейчас они готовы вступить в НАТО, там, в случае, если, ну, определенные условия, там, если произойдет конфликт на Украине и так далее. То есть, таким образом, ваши соседи, то есть ваши соседи через залив тоже станут членами НАТО. Вы тогда будете совместно... Ну, эстонцы были бы абсолютно счастливы, если бы... То есть, тогда в тендерах можно было устраивать, участвовать коллективно, да? Да, ну, и не только. Было бы абсолютно счастливо, но пока все-таки этот вопрос не решается, и большинство людей, население Финляндии, согласно опросам против этого, и правительство против этого пока не идет, но, опять же, если западные союзники надавят, то вступят на верные, хотя есть надежда на какое-то вот благоразумие финнов, и все-таки им, наверное, стоит вспомнить все вот эти годы, которые послевоенные были, как они спокойно жили, и как они фактически зарабатывали на отношениях с Советским Союзом, и потом с Россией, больше, чем кто бы то ни было. Ну, вы знаете, Финляндия и последние годы зарабатывала, так сказать, там вдоль границы с Россией, там колоссальные торговые центры, в которых все на русском языке, и вот мне довелось, вот последний раз я был в августе месяце в Финляндии, конечно, ужасное зрелище, когда эти огромные торговые центры стоят пустые, потому что граница закрыта, но это не связано с политикой, это пандемия, коронавирус, и просто вот стоят эти огромные торговые центры пустые, никого там нет, и надписи на русском языке, это, конечно, потрясающе. Скажите, последний вопрос, как относятся в Эстонии, причем я бы разделил это, русскоязычные граждане и, так сказать, эстоноговорящие граждане, как они относятся к событиям, которые происходят сейчас вокруг Украины, вот к конфронтации Россия-НАТО, что пишут? Я так понимаю, я забегаю вперед, наверное, я предполагаю, что несколько отличаются, так сказать, реакция в русскоязычной прессе, и под прессой я понимаю все средства массовой информации, и в эстоноязычной. Ну, одно дело, это мейнстрим, это официоз, там просто повторяются те же мантры, что идут откуда-то от западных союзников, и, естественно, ретранслируются местными властями. Другое дело, социальные сети. На самом деле, большинство жителей Эстонии просто устали уже от этой украинской тематики, и гораздо больше волнуют те проблемы, которые связаны с нынешними коммунальными подорожаниями, а если касаться вообще украинцев, то больше интересует вопрос тех самых украинских гастарбайтеров, которые сюда в свое время успели наехать, достаточно их много, и каким-то образом они сейчас продолжают просачиваться, и из-за них возникают некие проблемы. Да, мы обсуждали как-то в этой студии эту проблему, мы подробно рассказывали об этом, мы сделаем ссылку на эту программу. Да, ну вот, в общем-то, это продолжается, да, сейчас из-за коронавируса поток несколько меньше стал, но уже въехало довольно много, и полиция все равно продолжает довольно много отлавливать нелегальных украинских рабочих настройках, каких-то там заведениях разного типа, и не всегда это заканчивается чем-то хорошим, и многих высылают, и поэтому обычные жители страны не думают особо о том, что там будут воевать, не будут, но в конце концов уже действительно очень устали от этого, все хотят, чтобы уже как-то это все разрешилось, и как-то идти уже дальше, потому что, ну, одно дело, быть политически активным внутри страны, решать какие-то внутренние проблемы, ну, а Украина все-таки от Эстонии на определенном количестве, там, сотен и даже тысяч километров находится, поэтому это не так актуально, как, наверное, для россиян, которые граничивают с Россией и других стран. Своя рубашка ближе к телу. Спасибо, спасибо большое, Спасибо, что нашли время побеседовать с нами. Я напоминаю, дорогие друзья, что мы беседовали с Родионом Денисовым, главным редактором портала «Трибуна», а мы переходим к следующей теме.